В основном половое воздержание любят из-за Муладхара и Сватхистаны чакры. Именно эти две чакры отвечают за нашу сексуальность, мужественность и все аспекты тестостерона. Именно это стимулирует и привлекает женщин. Женщины чувствуют сильную Муладхару Сватхистану и их тянет попитаться этой энергией. Но это еще не все. Дело в том, что если ты хочешь быть более осознанным и тонким существом, Муладхара и Сватхистана чакры не должны быть сильнее, чем твои верхние чакры. Это Агния, Сахасрара, Вишутха, Анахата, та же самая Анахата, это сердечная чакра. Мы сейчас обо всем поговорим. Посмотрите на некоторых блогеров и просто понаблюдайте, допустим, с 2012 года за ними до 2018 и 2020. Я вам приведу пример, я надеюсь, он не обидится. Денис Борисов. Есть такой блогер Денис Борисов. И в 2012-2013 году, когда он рассказывал про бодибилдинг, он был достаточно мускулистым, потому что был на стероидах. У него была борода и такой темный цвет кожи. Была видна вот эта вот сила Сватхистана и Муладхары в нем. И он был полезен, он там делился своим информацией, своим опытом. Сейчас же он стал лет на 6, на 7 старше. И он выглядит лет на 12 младше. Он стал более мальчишеским. В том числе и я. Чего я далеко иду? Посмотрите мои первые видосы. Посмотрите видео, где я рассказываю про привлекательность на воздержании. Где я рассказываю воздержание круче стероидов или нет. Там я здоровый кабан, хотя я не на курсе. Там у меня борода более густая. Там у меня голос более мужицкий. И я и тогда воздерживался, я и воздерживался сейчас. Просто сейчас я направил эту энергию наверх. В более тонкое состояние своего ума и своего сознания. Тогда же у меня были другие мысли. И эти мысли поддерживали мою огромную оболочку. И дело в том, что если ты хочешь по-настоящему развиваться, то ты должен наоборот как можно держаться подальше от вот всей этой сексуальности, от всей этой напыщенности. Потому что это не всегда хорошо, понимаешь, когда ты привлекаешь людей только из-за своей вот этой ауры. Ты же понимаешь подсознательно, почему к тебе люди хотят. Так это же лицемерно. Не проще ли создавать, направить эту энергию на раскрытие своего творческого потенциала, сделав свой ум и тело более тонкими. Потому что на поддержание всей этой мощной оболочки тратится колоссальная энергия. Хотя эта энергия могла бы транслироваться в какой-то объект творения, в объект саморазвития, проще говоря. И цель каждого человека максимально поднять эту энергию с низов наверх. Просто у некоторых воздержанцев, а вернее у всех вначале было так, что нижние чакры слабые. И у них голод. Они хотят быть мужиками. Они хотят чувствовать уверенность в себе. Они хотят быть сексуальными. Они хотят девушку. Они хотят мускулатуру. И они все это могут получить. У них бывает шанс укрепить свои нижние чакры. Но если вы останавливаетесь именно на этих нижних чакрах, то происходит деградация. Потому что сознание бывает ближе к животному. Это животные чувства. Когда ты поднимаешь, когда ты берешь вверх над своим животным сознанием, тогда тебя можно считать осознанным человеком, а уже дальше душой, которая пришла в этот мир развиваться, что-то новое познавать и чувствовать себя частью всего этого огромного замысла. Всем спасибо, друзья, за то, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, это видео было вам интересным и вы немножко разобрались в том, как работают чакры. Возможно, вы ничего нового не узнали, но если вы просто хотите поддержать мой канал, вы можете это сделать просто своим лайком и подпиской, если вы еще на меня не подписаны. Всем удачи, мои дорогие друзья. А я пошел. Субтитры сделал DimaTorzok